Всем привет, друзья! В данном видео я разберу свой ноутбук Lenovo Z500. Перед разборочкой сразу снимите всякие разъемчики, SD карточки и все-все-все, что может быть где-то у вас тут воткнуто, потому что это будет мешать. Для чего я это собираюсь сделать, для чего я собираюсь все разбирать? Во-первых, я себе купил недавно SSD и купил себе карманчик вместо CD-ROM для SSD. То есть, CD-ROM я свой вытащил и поставил сюда SSD. Но я собираюсь перенести SSD на место основного жесткого диска, а основной жесткий диск поставить в этот карманчик. Для чего? Дело в том, что я, во-первых, прочел, что сам интерфейс, сама шина для CD-ROM, она менее скоростная, чем шина, которая используется для жесткого диска. Я не знаю, так это или нет, лично я не ощутил. То есть, я поигрался немножко здесь, у меня отлично все работало. Так что это такое спорное преимущество. Второе, самое важное, почему я хочу это сделать. Дело в том, что у меня сейчас будет такая достаточно сложная для меня операция. Я не суперспец во всех этих жестких винтах и всех этих делах. В общем, у меня здесь стоит пиратская версия стояла. Но изначально, когда я купил этот ноутбук, у меня здесь стояла лицензионная восьмерочка. Я не смог этой восьмерочкой пользоваться, потому что на тот момент не было 8.1. Была только восьмерка. Я скачал в интернете образ жесткого диска. Вот Lenovo Z500, который сделан Acronix. Жесткий диск был на 1 ТБ. Я хочу этот образ поставить на вот этот SSD диск, который у меня на 250 гигабайт. То есть он в четыре раза меньше. Но с этим есть небольшие проблемы. И я хочу вытащить этот основной свой диск, потому что у меня там есть очень важные данные. Есть много видео, которые я еще не обработал, которые еще не залил. И я боюсь, чтобы случайно что-то здесь не удалилось. То есть я хочу его просто вытащить, этот поставить и работать. А потом уже поставить сюда жесткий диск. Ну и еще будет несколько плюсов. Во-первых, для того, чтобы добраться до жесткого диска, до этого, то есть чтобы его просто поменять. Мне нужно будет открутить три винтика. То есть открутить клавиатуру, вытащить клавиатуру и открутить третий винтик, который держит этот карман. Вытащить карман и дальше я могу поставить, допустим, другой какой-то жесткий диск, там слить с него какую-то информацию. Ну, такое спорное преимущество. Ну и еще одно спорное преимущество данного решения, чтобы здесь стоял основной винт, а SSD, на котором будет система, будет внутри. Это то, что в случае необходимости, ну мало ли, вообще вряд ли это будет. Но если вдруг мне понадобится CD-ROM, он у меня есть дома, в принципе там классный DVD-ROM, то есть он пишущий, все классно, но дисками сейчас почти никто не пользуется и я его сто процентов не смогу продать, так что у меня будет просто дома лежать и вдруг, если там срочно понадобится прочесть какой-то диск, я смогу опять же открутить три винтика, снять основной диск, поставить CD-ROM, сделать нужные дела и потом основной диск засунуть обратно. Но основной это я имею ввиду вот этот терабайтник, не твердотельный, обычный диск со шпинделем. А этот SSD будет у меня здесь постоянно прописан, на нем будет система и больше ничего. Ну что ж, хорош разглагольствовать, давайте будем разбирать. Данный ноутбук очень легко разбирается. Вообще, я вам рекомендую перед тем, как разбирать какой-то ноутбук, скачать в интернете сервис-мануал на данный ноутбук и посмотреть, насколько он разбирается, потому что когда инженеры конструируют какую-то технику, они конструируются с таким расчетом, что ее будут обслуживать какие-то инженеры, причем не обязательно там сверхопытные инженеры. Поэтому в сервис-мануалах делается очень подробная инструкция, как его разобрать, причем правильно. Сейчас вы поймете, о чем я, когда я буду снимать клавиатуру. Дело в том, что я посмотрел на ютюбе один ролик, я видел, как человек ковырялся с этой клавиатурой. Вот, остановитесь сейчас, все равно вы видите, как я эти винты откручиваю, вам, я думаю, это неинтересно. Просто остановитесь и перейдите внизу в описании, и вот посмотрите этот ролик. А потом посмотрите, как я сниму клавиатуру. Так, снимаем здесь. Эти два винта держат клавиатуру, они нас пока не интересуют. Но вы видите, что тут уже поддается, но вы не сможете открыть, потому что еще под ножками у нас находятся винтики. То есть нам можно снять резиновые ножки, они легко снимаются. Точнее, не то, что снимаются, они открываются. Раз. Раз. Ну и отпускаем клавиатуру. Так, сейчас слоим все наши винтики, которые не вытащились. Так, два есть, третий, четвертый, иди сюда. И вот они, винтики от клавиатуры. Они вот такие вот длинненькие. Так, этот не хочет выпадать. Вот он. И один от меня убежал. Так что будьте аккуратны, не роняйте их, потом их сложно искать. Вроде все винты открутили, но корпус пока еще рано отодвигать. Он, в принципе, держится на защелках. Но вы все равно отщелкнуть не сможете, потому что этот корпус еще держится на нескольких винтах. И держится он со стороны клавиатуры. То есть нам нужно снять клавиатуру. Так, опять о чем я вам говорил, что смотрите сначала сервис мануал, а потом пытайтесь вытащить. То есть на большинстве ноутах клавиатура вытаскивается вот так, как я сейчас покажу. Но, тем не менее, многие люди почему-то стараются ее вот отсюда выковырить. Так, что нам нужно? Я беру тоненькую отверточку или скрепку и засовываю вот в отверстие, в которых были винты, которые крепили эту клавиатуру. Вот я ее засунул и просто продавливаю. Смотрите, раз, и она вылезла. Здесь нужно быть аккуратным, потому что есть шлейфик. Ну и во второе отверстие также я вставляю. Все, клавиатура у нас снята. Аккуратненько ее приподнимаем и отпускаем шлейфик. Все, дальше откручиваем еще несколько винтов. Дальше я не знаю, в какую сторону у меня уйдет плата. Я предполагаю, что вниз, а может она тут прямо и останется. Но для пущей безопасности я отпущу эти шлейфы, чтобы, когда я буду открывать корпус, чтобы я их случайно не порвал. Нет ничего сложного, чтобы их отпустить и потом обратно поставить. Так, ну и корпус, как я уже сказал, держится кроме винтов еще и на защелках. Для того, чтобы его снять мне понадобится карточка. Я использую вот такую вот карточку от доступа к кабинетам. Я ее здесь немножко заточил с одной стороны. Давайте так положим его аккуратненько и попробуем где-то поддеть. Поддели здесь и пошли. Вообще, что я могу сказать о данном ноутбуке. У меня первый ноутбук от Lenovo. До этого у меня был Samsung. В принципе, к Samsung у меня никаких претензий не было. Но Lenovo меня очень приятно радует. Очень приятный ноут. Классный ноут. Все, крышечку сняли. Здесь немножко пыли. Протрем ее потом. Ну и снимаем на жесткий диск и меняем его на SSD. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вытаскиваем наши SSD из карманчика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что он вот так стоит, значит ставим его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И закручиваем все на место. В принципе все, можно собирать ноутбук, как видим плата осталась на верхней крышке, я еще немного почищу вентилятор, так как я его уже разобрал. Ну что ж ребята, теперь осталось только в обратной последовательности собрать ноутбук, ну и установить вот этот диск на 1 ТБ со шпинделем в карман. Он немножко выпирает, но это ничему не мешает, карман становится на свое место, все отлично, никаких проблем нет. Единственные проблемы у меня возникли с установкой Windows. Дело в том, что у меня восьмерка с завода была лицензионная, и ключ от этой восьмерки хранится в биосе. Когда вы будете устанавливать Windows, если вы будете устанавливать ту же версию Windows, которая у вас была, то у вас при установке ключ автоматически подхватится из биоса, и Windows вас не попросит вводить никаких данных. Естественно, проблема была найти какой же Windows здесь стоял, потому что здесь восьмерка, их бывает огромное-огромное количество всяких разных. И я не нашел ничего лучше, чем скачать образ диска у такого же компьютера, то есть кто-то, когда купил компьютер, сделал образ жесткого диска Acronix, ну и выложил на Torrent. Естественно, я это скачал, и решил развернуть этот образ на свой SSD. Но проблема в том, что образ был снят с винта на 1 ТБ, а SSD у меня на 250. Естественно, это все просто так не разворачивалось, я попытался править файлы, смещать и разделы, но там есть еще файл контрольной суммы, то есть его нужно было пересчитывать. В общем, с этим я справиться не смог, и потом я подумал, что в принципе, зачем мне мучиться с этим разворачиванием, ведь я же могу просто установить операционную систему Windows 8, и если я буду устанавливать именно ту систему, которая у меня здесь в компьютере была изначально, то у меня все само встанет, сам ключ из биоса подхватится, то есть все будет нормально, не нужно мучиться с этим разворачиванием образа. Более того, там устанавливается всякое огромное количество разных ненужных программ, и оставалось только найти Windows, который здесь был. Я почитал на форумах, и все в один голос твердят, что если у тебя Windows был на компьютере завода, то сто процентов там стоит версия Singular, то есть это может быть либо английская версия, либо русская версия, но на один язык. В общем, я скачал все-все-все-все-все, перепробовал, не знаю, наверное, пять или шесть разных образов, именно чистых, официальных, и русскую, и английскую, и хом, и так далее, и тому подобное. В общем, ничего, ничего у меня не запустилось, потом я стал смотреть все-таки, что же я за компьютер купил. Я когда переписывался с человеком, который мне покупал компьютер, там была вот эта вот строка, его характеристики, и там было Windows 8 MM. Вот MM непонятно, что это такое, я стал гуглить, нашел на Lenovo, кстати, форум, на комьюнити Lenovo, там прикалывается, ну или серьезно, или прикалывается, я думаю, что прикалывается, говорили, что MM это означает, что минус метра, но метра это и есть вот этот интерфейс восьмерки, на который все плюются, вот, наверное, прикалывается. Но потом там один человек описал, что MM это означает обычная восьмерка, в общем, ну я и устанавливал обычную восьмерку, устанавливал Singular, но ничего не получилось. Потом я додумался все-таки залезть в BIOS, посмотреть, что у меня там в BIOS написано, и в BIOS там было написано, что у меня мультилейер операционная система, скачал Windows 8 мультилейер, запустил установку и она сразу же встала без никаких проблем, подхватила ключ, то есть разворачивать образ с жесткого диска не пришлось, установил с нуля, поставил нужные программы, все что нужно и получил восьмерку. Опять же восьмерку обновился до 8.1 и в принципе доволен, привык уже, пользоваться можно. Восьмеркой было невозможно пользоваться, а 8.1 нормально работает, очень нравится. Ну все, ребята, всем спасибо, всем пока. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, какие-то вопросы, предложения, свои идеи, пишите в комментариях под видео. Удачи вам, всего доброго. До свидания. До свидания.